Они думают, что мы никогда молодыми не были. А мы были молодыми и жили ещё получше и покрепче вас. Сердце. Я терпеть не могу этого слова, сердце. Замуж выходит не для любви, а для хорошей жизни. Приехали три бабы с котами, мопсами, канарейками, обезьянками. И из такого умницы дурака сделали. Однажды я подумала, правда это было давно, скрыть свой пол, надеть мундир и стать в ряды гусар. Они же не ведают, что творят. Нет, это не годится, не годится. Видит Бог, у моего мужа не было оснований жаловаться на меня. Что я делала? Что я делала? Что я делала? Что я делала? Боже мой, кого я вижу, кого я вижу. У меня пчёлка ужарила. Милые, милые девушки, как они меня любят. Вот на какой захочу, на такой и женётся. Ты старый, ты старый. А ты молоденький, ты молоденький. Кто в молодости не женился, тот пусть и в старости не женится. Ах уж эти паны гусары. Фу, мерзкие гусары. Фу, мерзкие гусары. Фу, мерзкие гусары. Браво, браво. Я вижу, у вас уже всё готово. Всё готово. Пожалуйста, начинайте спектакль. Подержите, пожалуйста. Здравствуйте, маэстро. Ну что ж, по новой, теперь со мной. Не пойду, не пойду, не пойду, не пойду, я ещё девушка, не пойду, не пойду. Не пойду, не пойду, не пойду, пустите меня назад. Ваше приказание выполнено, пан майор. Ключница добровольно выехала, пан майор. Молодцы. Рады стараться, пан майор. Вольно. Ну, друзья мои, пора на охоту. Я и в отпуске не позволю вам бездельничать. Сейчас, сейчас. Я догоню, пан майор. Ну, Рэмбо, давай, рассказывай, ври дальше. Я не посмел бы обманывать пана майора, провалиться мне на этом самом месте, если я своими глазами не видел козла и двух серных. Да-да-да, все трое вышли к стаду у тёмной долины, где ручеёк и большая ива. Ну, туда, где в прошлый раз господин капеллан прозевал зайца. Было, было, было. Как вдруг один кобель, за ним другой. Ух, пан, как понеслись мои серны, аж земля задрожала. Туда, за большую тыкву, за барков поток. Постой, 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 постой. За большую тыкву? Да. Это же очень хорошо. Мы им тогда перережем дорогу прямо от холмов. А я из-за дубника выпущу собак, и они на ружьёк, как на рожок попрут. Тут их и пи-пи-пи-пи. Ой-ой-ой, умирай, зайчик мой. Всё? Всё. Вольно. Ну, друзья мои, Гжечь, ну смотри, пожалуйста, ну что ты будешь делать? Ну, в чём дело, в чём дело, зачем ты опять оставил трубочку на карте? Ну, у неё же в шкафчике свой номерочек есть. А вот это вот, что это такое? Вот это вот, что это такое, вот это? Ну, что это? Э-это прудик. Это не прудик, чёрт возьми, а это, это пятно от коньяка. Чёрт знает что. Это же нехорошо. Ты понял, что нехорошо? Понял. Больше не будешь? Нет. Ну, так довольна. Ну, друзья мои, пора, пора на охоту. Давайте собираться, давайте, пора. Эх, хорошо. Последняя баба изгнана из нашего дома. Нагоденно станут тишина, покой. Да ну её, она много болтала. Нет, пан майор, просто она была старая, в этом всё дело. Пан поручик, я знаю, к чему вы клоните, но ничего из этого не выйдет. Я предпочитаю женскому щебетанию пушечную пальму. Ничего, я докажу, что солдат и без женщин сумеет вести хозяйство по плану. Да, прекрасное видение, пан майор. Хорошее, хорошее. Превосходное. Превосходное. А всегда ли вы, господа, его превосходным считали? И всегда ли женское щебетание, пан майор? Ну, вот вам было неприятно. Мальчишка. Ну, в путь, господа, надо торопиться. Панкадик, рожу. Гости едут. Кто? Кто-нибудь из боевых друзей? Куда там? Несколько экипажей. Большой парад. Боже мой, ландо, фаэтон, бричка. Дамы, господа. Дамы? Дамы. Дамы, не пускать. Ложись. Так. Постой. Собак вижу, а баб, дам, не видно. Ну, как же, пан майор, вот одна, две, три собаки. Дамы, вот четыре, пять, пять, вот ещё одна, шесть, ещё одна, семь, чёрт, патронов не хватит. Ничего, шапками закидаем. Боже мой, всё. Боже мой, кого я вижу? Боже мой. Трус. Детертир. Что это за бабы, что это за сооружение, что это за хлам? Постой. Да чего? Чего ты? Это же, это же мои сёстры. Ради бога, прости, я не знал. Да, ну, подумаешь, я же их хорошо знаю. Ну, сёстры, сёстры, дамы. Дамы, да. Дамы. Сёстры, дамы. Принять их надо, господа. Грэмбо. 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 Мой мундир. Грэмбо. Грэмбо. Мой мундир, я же... Господи, Боже мой, надо же принять дам. Я же должен быть им рад, радоваться надо, чёрт, ты их принёс. Мундир тебе говорят. Мундир. Не мой. Не мой. Я же должен быть им рад, радоваться надо, чёрт, ты их принёс. Грэмбо. Грэмбо. Боже мой. Ой, как хорошо. Как хорошо. Приветствую вас, паня сёстры, приветствую. Как твоё самочувствие показано? Приветствую вас, пани сёстры. Приветствую вас, пани сёстры. А вы же не получили посол. Кушь, кушь, кушь. Кушь, кушь, кушь. Кушь. Боже мой, боже мой, бедный мой, бедный мой, билюня. Ну всё из-за этого на что ты смотрел? Ой, душик моя, душик моя, душик моя, бедный мой, билюня. Господи, как он дрожит, как он дрожит, бедный Филюня. Ой, как вы можете, братец, держать таких мерзких псов? Своими цепями они чуть не сшибли меня с ног и чуть не разорвали любимого моего Филюня. Рэмбо, в чём дело? Это сосвор, за края и пескуля. Ну, как завидели кота, так и ну за ним. А этот кобель на их милость. Что это за имена, кобель? Пилюля. Да нет, у нас есть и пилюля, и пескуля есть. Прекрасные собачьи. Тише, брат, я им подышу, я взял поток. Ой, ну, здрасьте. Здрасьте, здрасьте. Приветствую вас, пани сестры. Приветствую вас, пани сестры. Приветствую вас, пани сестры. У себя в доме и прошу прощения у кота Фимы. Пилюля. Да, за негостеприимство моих кобелей. Заграя и бездельника Пилюлю. Смотрите, братец, вот идёт моя дочь. В небесах щебечут пташки. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Да маленькая Зосенька, ты не узнал бы её, правда? А в траве растут ромашки, ползают букашки. Выросла, похорожала. Вдруг ищащий, флорычащий, выскочил пёс. А! Тина-тина-тина-тина-тина-тина-тина-тина-тина-тина! Ох! Ах, мамуся, я упала Я сначала страшно кричала И что? На все обошлось И воспитанием ее я не стыжусь В первой столице мира она могла бы свободно разговаривать И при том не на одном языке Бонжур А у Фидерзель Гуд моринг Аривидорчи, Рома Действительно не на одном Это ужасно Она на высшие науки полгода в городе потратила А когда она разовьет свои таланты Она их уже развела, что ты болтаешь, Анелька? Разве она не поет? Всего Россини Так что каждый заслушается Всего Россини Вдруг лохматый, полосатый Вылетел шмель Ах, ах! 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 Зойчка, браво, браво, Зойчечка, молодец, браво, браво. Зойчка, автопортрет. А вот это, а вот это, что это такое, вот это, что это, нет, это клубничка, нет, это клубничка, нет, это клубничка, по-моему, больше похоже на черничку. А это, это, это цветочек, видишь? Идет цветочки, всегда всех вводят в заблуждение. Почему? Когда наш судья захотел их понюхать, он чуть носом не смазал. Да, это, девочка моя, это был фан за седой. Нет, это был судья, ангел-махи. Нет, это не судья, ангел-махи. Это судья, ангел-махи. Золя, тихо! Не надо хвалить ее в глаза, она сама покажет, что умеет. Ну, как она тебе понравилась? Ну, что за вопрос? Понравилась, понравилась. Дэндас, а ты мне совершенно не даешь говорить. Потому что глупости болтаешь, девчонка моя. Я глупости болтаю, ты меня совершенно не даешь. Тише, дистрицы. Тише, дистрицы. Дистрицы. Пан брат. Да. Кто эти паны познакомил нас? Вот эти, ну, с удовольствием. Ротпись-то, Славомир. Вот, вот какой, вот, вот какой, вот, вот какой. Еще со школьной скамьи нас соединила дружба. Вместе мы надели мундиры, вместе их носим, и в одну могилу вместе в них сойдем. А вот это наш добрейший полковой капеллан, вот, истинный друг людей, мой давнишний товарищ. Говорит мало, но зато делает много. Пример достойный подражания. Ну, садитесь, садитесь. Садитесь. А вот это наш поручик, наш Эдмунд, он вам немного знаком по письмам, правда? Хорошенький. Ну, вот, я помню, как однажды в одной неудачной стычке, когда я тяжело раненый, лежал под моим любимым сивым мерином, когда поручик собрал, ну, буквально какую-то горсточку храбрецов, и напал с ними на неприятеля. Поручик собственной грудью защищал меня, пока не подошла подмога. И вот в этой жесточайшей схватке поручик получил вот этот шрам на виске, который... Что с тобой? Зося, что с тобой? Что с тобой? Меня пчёлка ужалила. Куда? Куда? Ну, неважно, куда. Так вот, поручик получил вот этот шрам на виске, который стоит больше, чем 10 венков. Как прекрасно быть отважным. Зося, довольна об этом. Пан брат, мне с тобой надо поговорить. Я надеюсь, паны и нас простят. А, понятно. Зосенька, прогуляй, пожалуйста, в Илюню. Пусть подышит воздухом. Пан брат, мне с тобой надо поговорить. Я всё расскажу тебе, братец. Я не люблю ненужные предисловия. У кого есть голова на плечах, то сразу всё сам поймёт, если ему ясно изложить. Лучше кратко сказать, в чём дело, а потом уже причины и доводы. К тому же я столько вращалась в высшем обществе, так начитанном, столько во мне расторопности и проницательности, что мнение моё безошибочно и только безумие сможет мне противовечить. Так к делу, узнав, что ты в отпуске, я сразу поняла, что военная служба тебя наскучила, что ты решил её оставить, хочешь рассесть в деревню, это мысль достойное одобрение, но для этого ты должен, ты должен. Позволь, дорогая сестница, но я тебя перебью. Краткая речь не всегда хороша, когда хочешь кого-то действительно убедить. Сначала надо объяснить причины, что нас к этому поводило, затем перейти к сути, а потом поступить доводами своё решение. Вот почему необходимо сопоставить предшествовавшие обстоятельства с настоящим положением дел. А сейчас предмет настолько важен, что я поделю его на пункты. Что? Да, 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 да. Я поделю его на пункты и докажу вам, пан брат, что до сих пор у вас ветер гулял в голове, что вы понесли огромные убытки, что ваша военная служба ни черта, ничего не стоит и что осеть в деревне для вас самые лучшие. И что если я советую... Ты, душечка моя, напиши лучше об этом трактат, а мне позвольте попросту. Ну говорите, ну говорите, если вам хочется, хочется, говорите, говорите. Сделайте одолжение, ведь я ничего не знаю, у меня и рта открыть нельзя, я ведь ничего не понимаю. Ну пожалуйста, говорите, ну говорите, сделайте одолжение. Говорите, продолжайте ваши откудения, если вы не можете хоть минутку помолчать. Куда же я посмею сравниться в красноречии с моими милыми сестричками? Я лучше все это поделю по пунктам, по разделам и буду слушать без предисловий. Пожалуйста, говорите, пожалуйста, говорите. Зачем же я буду говорить? Мне надо поговорить. Я не мешаю, я покидаю. А я ухожу. Ну, что слышно? Приказали запрягать. Какими распоряжениями нас осчастливили дамы? Понятно? Кто же это поймет? Вот и я тоже ни черта не понял. Звон, звон у меня мушак. Ну, а все же? А все же без бутылки и коньяков все равно ни черта не разберешь. Он, короче, их прошел. Вот эту и вот эту. И за мной, друзья. Ну, друзья мои, друзья мои, соединим наши усилия. А все-таки плохо, что в доме ни одной бабы нет. Ну, надо же принять даму. А вот видите, пан майор, плохо когда нет женщин. Провосходно, превосходно болтать нехуде. Нет, нет, все-таки жаль. Жаль, что последнюю выиграли. Жаль, ну, ничего, сейчас все будет. Как? Сейчас все будет. Гржечь, Рэмбо! Пусть Кутай-Синский немедля оседлает Лысого и в погоню за Клюшницей. Постой. Как только он ее догонит, пусть она не болтает, не задерживается, а пусть прямо сразу верхом на Лысого садится. Не годится, не годится. И пускай быстрой рысью возвращается. Ну, честное слово, господа, это не годится. Почему? Разве наши маркетантки не скачут? Скачут, но это же маркетантки. Не вы что? Делай, как знаешь, Рэмбо, лишь бы к 11.00 Клюшница была здесь. Ступай. Ну вот, первое дело сделано. Соединим наши усилия. Соединим наши усилия. Ну, все это хорошо, но обед, обед, вот в чем загвоздка. А почему? Ну, почему? Умением нашего кордыша обольщаться нечего. Хотя он в лагере и словет лучшим поваром, но между нами, говоря, ну что он умеет? А что? Ну что он умеет? Ну, жаркое по-гусарски. Раз. Раз. Ну, гусарское жаркое. Два. Два. Это не годится, не годится. Ну, конечно. Для дам другие лакомства нужны. Стол нужно украсить чем-нибудь таким красивым, легким. Красивым? Легким. Да. Я знаю, что нужно. Этим займется Гжесь. Гжесь. Он в разных городах бывал, разной кухни видал. Гжесь займется, знаешь, чем? Чем? Таким вот. Пирожным. А ты, Эдмунд, займись украшением стола. Хорошо, пан майор. Цветочки разбросайте. Цветочки разбросайте. Цветочки разбросайте. Соломки пустели. Соломки. Да не годится, не годится. Друзья мои, а вот говорят сейчас очень важно, что раньше. Рыба после мяса или мясо после рыбы? Мясо. Рыба. 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 Мясо. Тишина. Рыба. 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 А вот, по-моему, ни рыба, ни мясо. О, очень хорошо. Гжесь парень не дурак. Майор. Эх, хорошо бы, хорошо бы баб, дам за столом чем-нибудь развлечь. А, музыкой. Да, хорошо бы сыграть что-нибудь такое бравурное. Бравурное. Очень хорошо. Гжесь и Рэмбо отличные трубочки. Да нет, ну не годится, не годится. Да, пан майор, все дамы от страху бегут из дома, знаете. Ну, не годится, я вам говорю, пан майор, не годится. Ну, почему, протрубят вальс великолепнейшим образом. Пан майор, кутасинские заключницы отбыл. Молодец. Рад стараться, пан майор. Вольно. Ну, а теперь ступай в оркестр к своим тарелкам. И ты ступай, Гжесь, к своей трубе. Да, постой, Гжесь, я все время тебе забываю сказать. Ты, когда будешь трубить, пожалуйста, не дуй так сильно. А то у тебя во втором колене на этой ноте очень страшный вой получается. Слушать неприятно, невозможно просто. Пан майор, это же нота очень трудная. Какая? Это си, бемоль, бекар, крещендо, да еще в мажоре. А-а-а. Пан майор. Пан майор. Ну? Я, понимаете, я только с разбега взять можно. Ну, бери с разбегу, подумаешь. Можно? Да. Только при этом внимательно посматривай на капеллана. А он тебе в такт будет качать головой. Качать головой будет пан. Качать головой будет пан. Почему это я буду качать головой, господа? Потому что ты ритмичный. А я могу устать? Может. Да, ну, устанешь, потом отдохнешь, а потом опять будешь качать головой. Ну, перестаньте. Ну, ступай, ступай, Рэмбо, к своей, к жести, то есть, прости, к своей трубе. Так, ну, пан майор. Ну, что же, еще одно дело сделано. Житиним наши учения. Пан майор, ты знаешь, по-моему, у пана Казика ничего не получится. Почему? А почему он, ну, старый он стал, глухой? Глухой, но очень музыкальный. Он нам еще всем сто очков вперед даст. Пан Казик, компазик, прошу. Сейчас проверим. Пан Казик, можно вас на минуточку? Пан Казик, прошу вас ко мне. Пан Казик, пожалуйста. Прошу вас ко мне. Ну, вот, смотри какой. Вот, видал? Такой совсем бодренький. Он нам всем сто очков вперед даст. Ой, пожалуйста. Пан Казик, вы меня слышите? Я говорю, вы меня слышите? Да, конечно, пан майор, зачем же кричать? Вижу, очень хорошо. Ну, тогда слушайте меня внимательно, пан Казик. Значит, таким образом сделаем сначала со всем нашим прекрасным оркестром. Значит, сделаем сначала так. Это играть? Да. В обязательном порядке. Это не годится. Это вообще интересно, необычно. Господа, это не годится. Даже с легкой хрипотцой. Ну, это совсем не годится. Нет, это неплохо. Ну-ка попробуем, друзья мои. Сейчас получится. Слышите внимательно. Вот. Ну, хорошо, симпатично. Очень мило. Оригинально, правда. А теперь, пан Казик, следует основная тема. Да-да-да. Основная тема. Слушайте внимательно. Сочиняйте. Вот это удачная страница. Не годится, не годится. Возьми трубку в зубки и сыграй все, что набросал сейчас под мою основную. Давай. Хорошо. И в заключении, панказик, пожалуйста, сделайте таким образом. Да так. Я побоюсь! Сделай! Сделай! Вы не волнуйтесь. Мы сейчас дальше все сделаем. Тихонько. Скорее, дорогие. Сделайте, пожалуйста. Ну-ка. Хорошо. Хорошо. Ну-ка. Поймается. А теперь, пожалуйста, с ляпой соедините все это вместе. Все, что мы сейчас набросали. Сейчас мы попробуем, друзья мои. Друзья мои, быстренько соединим наши усилия. Но не слишком, конечно. Приготовились. Ап! 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 Ну прелестно получилось. Ну прелестно. Браво, браво, браво. Прелестно получилось. Легко и rifle. Темперам. Вместе с тем Темперамфин. Очень милый. Благодарю вас от имени всего полка. Мы вам повысим пенсию. Потом, когда-нибудь. Еще одно дело сделано. Соединим наши усилия. Какая мне мысль вдруг в голову пришла, друзья мои. Этим займется Ротмистров. Прикажи поставить под окном гостиной. Знаешь, что? Его я не догадываюсь. Угадай. Его я не могу понять. Заряженную... Лошадь! Заряженную пушку. Это не годится. Да не кошку, а пушку. И как только я крикну, бива дамом. Пали из пушки. Нет, это не годится. Не годится. Нет, нет, нет. Почему? Мы же имеем дело не с солдатами. Ну и что? Ну как, ну, пан, ведь это же женщины. Боже, вы женщины. Браво, браво, пан поручик. Мерси, я не знал. И бог, эти молодые люди думают, что мы никогда молодыми не были. А мы были молодыми, пан поручик. И жили еще получше и покрепче вас. Они сливаются. Да, да, да. Я тоже не всегда был рубакой, знаете. Тоже встречался с дамами. Ну, говорите, что хотите, а я из пушки выстрелю. Это не годится. Это не годится. Почему? Это же не опасно. Это не опасно. Немножко испугаются, ничего плохого не будет. Ничего плохого не будет. А развлечь необходимо. Ну, конечно. А развлечь необходимо. Что развлечь? Кжесь! Пушку подогнать к окну. Только смотри настоящими ядрами не заряжайся. Ну, почему? Ну, почему? Ну, опять почему. Ну, перебьет всю родню к чертям. Ну, и все. Ну, вот еще одно дело сделано. Соединим наши усилия. Соединим наши усилия. А, пан Ротмистр, хорошо бы, да. Пан Казик, знаете что, пожалуйста, вот нашу гусарскую, пожалуйста, продирижируйте. Вот то, что мы... А мы ее споем. Спасибо. Друзья мои, нашу гусарскую. Песню сочинили, сейчас ее споем. Песню сочинили, сейчас ее споем. Бутылку старки выпьем и в сад гулять пойдем. ПЕ carbs�им Пан майор, смотрите, какая прелесть выскочила. Вот Фруська прибежала и хочет нас развлечь Для пана Капеллана у Фруськи что-то есть Паня кланялась и просила вас к себе Кого просила? Пана Поручика? Нет, пана майора Пана майора А почему же ты все время смотришь на пана Поручика? Да, почему, Фруська? Ой, Фруська, не знаешь, а мы вот все знаем Ну ладно, Фруська, ступай к барыне и скажи, что свои уши я предоставлю ей сегодня вечером А сейчас, да, сейчас не могу, потому что занят очень Занят Вот Фруська убежала, не хочет нас развлечь У пана Капеллана для Фруськи что-то есть Пан майор, я с королем боролся А почему, собственно, почему ты, собственно говоря, разговор хочешь перенести на вечер? То есть как, почему? Почему? Хорошо же иметь впереди целый день Да, они отсюда не скоро уедут Ну конечно, не годится Ну почему не годится? Конечно, не скоро уедут Постойте, друзья мои, значит, этот разговор с ними все равно должен состояться Ой, вы не представляете себе, до чего это страшно Да Ой, ой, ой Пан майор, паня идет, уходите Тогда мы пойдем в саду погуляем Нет, ну как же в саду погуляем, не оставляйте меня одного А мы на лошадках покатаем Да, да, ты знаешь, мы пойдем на лошадках покатаем И ты тоже на лошадках Ну а почему же я, что, не могу на лошадке покатать? Нет, ты можешь, конечно, но лучше, если бы ты не... Пан майор, не беспокойтесь, мы будем в резерве Пан парусик, я вас прошу В резерве О, Боже Куда это все паны подевались? Мы одни Да, мы одни Я в четырех словах изложу дело Очень хорошо Я одна буду говорить Да, да, вы одна будете говорить Давай сядем Давай сядем Начну сначала А может быть с конца? А что это? Что это такое за дикая мысль? Почему очень благоразумная мысль? Я же ведь слышал, что получилось из нашей прошлой беседы Ой, 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 какой ты болтливый стал с возрастом, братец Ты же мне слова сказать не даешь Пожалуйста, я говорю, сказать одно слово Вот так, как ты решил бросить военную службу А я не хочу бросать военную службу А зачем? А зачем это скрывать? Хочешь осесть в деревню С какой статьи я буду Ой, боже мой, ты мне дашь когда-нибудь договорить? Ведь так я никогда не кончу Пожалуйста, я даю тебе договорить Я внимательно молчу Так как ты решил бросить военную службу И хочешь осесть в деревню То для этого тебе нужно Тебе нужно Жениться Вы что? С ума сошли? Вот вежливо нечего сказать Что же ты? Я с ума сошел, что ли? Почему? Почему? Что это за дикая мысль? А разве плохо жениться? Плохо А ты не пробовал? И не буду Я никогда не был поклонником семейного уюта А теперь уже подавно Да ты подумай, мне ли жениться? Это же, господи боже мой Это же безумным надо быть Конь да сабля Вот мои возлюбленные Ну, значит, сегодня мне говорить не придется? Говори хоть на ветер, болтай хоть до судного дня Но не о моей женитьбе Ну, минутку, минутку терпения Женить бы, женить бы, рознь Любая ни черта не стоит А ты не знаешь, кого я тебе прочу в жены Даже я не желаю знать Мою Зосю Кого? Зоську? Зоську Зоську Зоську, вот эту девчонку Ей уже 18 лет А мне сколько, ты знаешь? Да какого? Я же младше тебя на 4 года Что? Если тебе не пошел уже 75-й Фи, фи, фи Одни оскорбления Одни оскорбления За мои добрые намерения Короче говоря, согласия своего не даю Все А ты подумай Ты подумай Хорошенько Упрямый ты человек Не буду думать Нечего тут думать Девушка, воспитанная в страхе божьем Она тебя любить и уважать будет как отца Да? А не как мужа А ты Нарсис Окруженный детьми Постой А откуда дети? Женишься, узнаешь Вот А ты Окруженный детьми Будешь благословлять ту минуту Когда согласился Не пренебрегай счастьем Которое тебе подворачивается Да это же стать посмешищем Всего гусарского полка Подумаешь Я бы посмотрела на любого гусара Если на его пути попадется молодая Красивая, добрая девушка Как моя Зося Ведь одно дело советовать А другое самому решать Вот, вот, вот Вот именно Вот, вот, вот Вот, вот Вот поэтому я тебя и прошу Перестань советов искать у вашего ротмистра Не перестану У капеллана Нет, я буду искать У этого стройного поручика Каждый из них тебе отсоветует А доведись самому Так он трижды женился бы Да Вот подумай, подумай Хорошенько подумай Но только сам Не буду думать Тебе, ты знаешь Тебе в твоем возрасте Уже пора начинать думать Не буду я начинать думать Вот сейчас Сейчас я сюда Сейчас я приведу сюда Мою сносину Не надо Не надо никого Приводить Не подумай А ты подумай Хорошенько Не буду я думать Тебе самое время Жениться Тебе скоро стукнет Шестьдесят О, с накалей Посиди, подумай А я не буду думать Все уже обдумано Раз и навсегда Чего тут думать-то Мне Мне жениться Господи Господи, боже мой Вот мы отправились Вместе в поход Эй, друзья Ко мне Скорее, скорее Я им все скажу Ну, почему не сказать Пусть посмеются Вместе со мной Друзья, ко мне Ну, скорее Скорее Ну, наконец-то я узнал В чем дело Прошу, похор Меня хотят Ну, пан майор Меня хотят Меня хотят Женить Это не годится А на ком, пан майор На ком На ком На зольские На ком На зольские На ком На ком На зольские Вот на это Боже мой, что я слышал Это не годится Не годится Ну, почему Почему Это смешно А пан майор Ну, ясно Не хочет Разве я спятил Браво, браво Разве можно Женить гусара Черт Повери Эй, труба Зови на смертный бой Бей тревогу Барабан Эй, гусар Держи ровнее строй Мы идем на басурман Ура, ура Мы волосы Крушим врага Право, мы еще не стары Честь лунира Светлана Дорога Все мы здесь Гусары Бабы Девчонки Свадьбы Феленки Дряпки Кварсеты К дьяволу Все это Вечернее Выпускай собак Жизнь лисится Береги Ночью мы разкинем биву Ох, грянем дружно Выпить нужно Все мы здесь Гусары Ну, друзья мои Я боюсь, что мои сестры Не так легко откажутся От своего намерения Ну, знаете ли, пан майор Эти заставить они тоже не могут А пусть попробуют только Да пусть болтают А мы слушать не будем А как же не слушать Ну, а в конце концов Им надоест Что, болтовня надоест? Болтовня? Черт нас два Шутишь, брат Вот это надо обдумать Нет, не нужно Все обдумывать Уже давным-давно Все обдумано Раз и навсегда Это не годится Не годится И я того же мнения И я того же И я того же А как Софья Да, как Жоська Жоська А, черт ее знает А, черт ее знает Мое мнение Это что, военный совет? Друзья мои Я, пан Ротмастер Я прошу вас сказать Что это невозможно Невозможно, мол, и все Ой, пан Майор, я не умею разговаривать с дамами Да нет, пожалуйста, сумеешь Я знаю Ты талантливый Что сказать Ну, вот Невозможно, мол, и все Пожалуйста, сумеешь Невозможно, мол, и все Да, да Пожалуйста, пожалуйста Да я не могу Пусть лучше пан Капеллан Скажет, что не годится А, вот Господа, господа Это не годится Вот, скажу Вот Негодится Вот пусть майор скажет Пусть как майор Да не могу я Да нет, я не могу Я не могу, я не умею Вот так и скажи Что ты не умеешь Жениться Да Вот и все Вот прямо так Прямо так и скажи Ага Сейчас Знаешь что? Что? Здравствуй Мы уже виделись Виделись Да Вот Знаешь что? Вот мы все Все Решили И ничего хорошего Вы все решить не могли Вот Останемся наедине Я надеюсь Паны нас простят А в каком смысле? Освободите помещение Не освобождайте Сейчас я приведу сюда Мою Зосю Ну, не надо Зося Ой, простите Одну минуту Вот моя Моя Зоська Ой, кровь из носу пошла Кровь? Ага Ну, ты вернешься? Да Да Вот сейчас Сразу Зося Пойди сюда Зося Выкини с головы Все романы Про которые ты слыхала Или совершенно случайно читала Замуж выходит Не для любви А для хорошей жизни Брат мой человек порядочный И менее у него отличное Попадет в чужие руки Если он на тебе не женится Но, мамусенька Я и мысли не допускаю Чтобы он против воли Захотел на мне жениться Да как это против воли? Разве у тебя сударня есть Какая-нибудь другая воля Кроме воли твоей матери? Я буду послушна Но сердцу не прикажешь Сердце Ни слова об этом Я терпеть не могу этого слова Царцем Ну, мамусенька Может быть, он сам этого не захочет 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 Если ты захочешь Захочет Ну, мамуся Ну, скажи мне Почему ты так добиваешься Этой женизи? Для твоего счастья А если это будет Моим несчастьем? Ну, ты слишком молода Чтобы заглядывать вперед Мать должна решать за дочь Ах, мамуся Ну, ведь я же в состоянии понять Что по возрасту Мы не подходим Довольна об этом Если не пойдешь замуж за майора Ты знаешь, что тебя ждет Ростовщик с Мэнтош Это ничуть не лучше Ах, мамусечка Ну, чем я провинилась Зоська, ну, довольна об этом Я тебя люблю Я искренне желаю Эту его счастья Не будь ребенком Не упускай своей судьбы Брат мой человек упрямый Характер у него ужасный Но это вообще не должно Лишь от тебя смелости Умная жена может сделать с ним все Каждый муж вначале Только и думает Как бы ему сохранить свою независимость Полнобластный хозяин Важный, надутый, ходит Все по-своему делает Приказывает Но умная жена Умная жена Не уступая ни в чем Шаг за шагом Медленно, медленно Но неотступно идет К намеченной цели И становится полновластной хозяйкой в доме Помни, что от твоего замужества Зависит счастье твоей матери Ах, мамусь У нас нет ни гроша Как ты жесток Что это скрипит? Зосенька, девочка моя Что за слезы, милая моя? Что за рыдание? Что такое? Панказик Да? Меня хотят насильно Выдать замуж Правда? Зосенька, девочка моя Но не стоит отчаиваться Тем не менее, надо постараться, Зосенька Нет Ну, я говорю, что надо постараться Мамусью не переспоришь И тем не менее Для нее все счастье только в богатстве Вот это нехорошо Вот это очень нехорошо, Зосенька Ах, Эдмунд Эдмунд Эдмунд? Наш поручик Я по глазкам вижу, что угадал, Зосенька Мы тогда сделаем так Как? Мы договоримся всем полком Только чтобы никто ничего не знал Тихо И сделаем так Как? Панказик Что? Это не годится Годится Нет, Зосенька, годится Если мы так сделаем, то мамуся просто лопнет от злости А Эдмунд от счастья Ах, Эдмунд Эдмунд Софья Эдмунд Софья, дорогая Наконец-то я нашел тебя Тебя, которую так долго И так тщетно разыскал Эдмунд Все поиски моего отца Были тоже напрасны Он даже не знал, какого полка были солдаты С которыми ты спас нас от смерти В последний час своей жизни Он вспоминал тебя с благодарностью Не плачь И сохранить ее завещал мне Ты приобрел больше, чем благодарность Ты приобрел Мою любовь Софья Да, искреннюю и большую Завещанную последней волей Моего отца Другого наследства Мне и не надо Наша встреча в этот вечер Провиденья Дивный дар С новой силой Ангел милый Разгорелся в сердце пожар Всех вы лучше на свете Умоляю, ответьте Не молчите Прошепчите Люблю, люблю, люблю Всех вы лучше на свете Умоляю, ответьте Не молчите Прошепчите Я вас люблю Навеки ваши Я люблю Я вас навеки Я люблю Навеки ваши Я люблю Я вас навеки Ах! Эдмурд! Как я могу забыть? Что? Как ты тогда в огне? Не стоит об этом вспоминать. Мой поступок только в минуту опасности мог показаться таким замечательным. А теперь не стоит о нем вспоминать. Любой офицер на моем месте поступил бы точно так же. Приказал бы погасить пожар и вернул бы тебя отцу. Это мое счастье, что я оказался рядом. Я сожалею лишь о том, что приближение неприятеля заставил меня вас покинуть. Я потерял вас из виду. Ах да, Софья, вот ленточка, которую ты тогда потеряла. Ах, моя ленточка! Панказик, я так тогда волновалась. С тех пор я ношу эту ленточку и твое имя у сердца. Не зная, где ты и кто ты, я был верен тебе. Эдмурд! Софья! Я вижу, Бог внял нашим клятвам. Эдмурд! Софья! Эдмурд! Я прошу вас! Софья, ну он же не слышит. Я требую, наконец! Нет! Ну я просто не знаю, что делать. А-а-а! Боням! 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 Мяташка, это я стрелялся! Милая! Извините! Я хотела вам сообщить, что из нашей любви ничего не выйдет! Ну почему, Софья? Что такое? Моя мамуся ничего не знает о той и нашей встрече! Она не знает, потому что мои родители уже давно не живут вместе. Они разошлись. И как только мамуся узнает о последней воле папуси... То есть о том, что ты должна быть мне благодарна? Да, да. Она станет неумолима. Эдмонд, ты должен придумать, посоветовать. Ну, иначе же мы оба погибнем. Ну, почему погибнем, Софья? Я не понимаю, ты преувеличиваешь. Как? Разве ты не знаешь последнюю волю мамуси? Не знаю я последнюю волю мамуси. Она же меня хочет выйдет замуж за майора. За майора? Боже мой. Что ты смеешь? Ну и что? Что за вопрос? Пан Хазик, неужели мое сердце меня обмануло? Неужели наши объяснения были неискренними? Неужели моя любовь, которую я принесла? Софья, выслушай меня. Софья, дорогая, мамуся хочет выдать тебя за майора. А я только что от него и знаю, что он тебя любит. Как? Все пропало? Да нет, он тебя любит совсем в другом смысле. Как дядя. Да. Он не думает и не собирается на тебе жениться. Правда? Да, конечно. Тогда пойди попроси его о помощи. Я мог бы так поступить в любом другом случае, но не в этом. Почему? Потому что майор заклятый ненавистник брака. Жена для него страшнее вражеского эскадрона. Это верно. А для мамуси все счастье только в богатстве? Вот это плохо. Это очень плохо. Я же беден, как церковная мышь. Церковная мышь. Ну, может быть, наши просьбы смягчат ее? Кого? Мамусю? Да. Навряд ли. Говорят, что бог помогает влюбленным. Господи, помоги нам. Я прошу тебя. Да, это возможно, но не стоит рисковать. Что же делать? Панкасин! Ну, 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 придумайте, наконец, вы такой умненький. Я не знаю. Я не знаю. Эдмурд, придумай что-нибудь, но ты же мужчина, наконец-то. Разве? Ах, ну да, конечно. Софья, вот что. Конечно, нехорошо обманывать друзей, но ты должна сказать майору, что хочешь пойти за него. Ради бога, но мне же придется так и поступить. Нет, 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 я здесь все улажу. Мамуся, видя твою покорность, будет уверена в благополучном конце. А майор? А майор легко согласится подменить себя мной, если его осторожно навести на эту мысль. Как было бы хорошо. Браво, умник. Ну, а теперь все зависит от тебя, Софья. Ну, да. Да, постарайся ему понравиться. Ну, нет, ну, влюбиться в тебя он не влюбится, но он должен понять, почему я люблю тебя. Значит, я должна... Быть послушной мамуся и приятной майору. А ты уверен, что он не захочет на мне жениться? Панказик. Уверен ли я? Уверен ли я? Конечно. Да? Да. Значит, майор, поручик. Эдмунд, сердце Софьи продлежит себе до самой смерти. Уже в этих словах мое счастье. Скажешь матери, что ты согласна, а с майором поступай так, как мы договорились. Наш девиз «Любовь и надежда». До гроба! Мы вначале страшно кричали. И что? Но всё обошлось. Но всё обошлось. Но всё обошлось. Да всё обошлось. Но всё обошлось. Нет, великовато. Да, это большое. Так. Всё? Всё, пан майор. Всё, всё. А с этими что делать? А это обратно в сарай. Да. Разрешите, пан майор? Я разрешаю, пан поручик. Обратно в сарай. Вот. Хорошо. Молодец. Гжесь, слушай меня внимательно. Я буду отдавать распоряжение. Слушаю, пан майор. Значит так. Как только все сядут за круглый стол, не стрелять. Как только подадут первое гусарское, не стрелять. Как только подадут гусарское жаркое... Я как махну. Вот тут. Вот тут, как... Нет, ничего подобного. Повтори, гжесь. Слушаю, пан майор. Как все сядут на круглый стол, не стрелять. Как все сядут на первое гусарское, не стрелять. Хорошо. Как все сядут на гусарское жаркое... Тут... Тут ничего подобного. Правильно, молодец. Но вот как только подадут гусарские пирожные, я как махну. Ух ты! Что? Ой. Что там, поручи? Слыши, вот, Боже мой. Слышь. Что так? А, постели? А? Поручи. Что? Узнаешь, в чем дело? Слушаюсь, Павел. Друзья мои. Я думаю, нам нужно временно скрыться. Боже мой. Ай-яй-яй. Господа, пан майор, решите доложить? Докладывайте. Пан майор, наши дамы пришли в себя. Куда пришли? В себя, пан майор. Они сначала вышли из себя, потом пришли в себя. А, понятно. У пани Органовой спазмы, у пани Дендальской колики, а у пани Анелли озноб, но маленький такой. И она уже зевает. Уже зевает. Ну и черт с ними. То есть я хотел сказать, слава богу, но кто бы мог подумать? Кто бы мог предвидеть? Я говорил, я говорил. Наверное, мне нужно было ставить под самым окном. Конечно, высыл был слишком сильный. Конечно, сильный. А кто заряжал? Гжесь. Гжесь, так ты, наверное, переложил? Ну что вы, пан майор, с утра, можно сказать, ни капельки во рту не было. Пороху переложил, пороху переложил. Пороху дали, значит, так капельку для слуха. Капельку для слуха, черт знает что. Пойдемте осмотрим разрушение. Пойдемте. О, пескуля. Нет, это не песку, это, боже мой, панказик. Боже мой, что с вами? Панказик, милый. Вот он я. Что с вами? Боже мой. Вот, пожалуйста, бух, бух. Я не боюсь. Лёха, тут же я бороюсь. Ага, вижу. Вот видишь, что ты наделал? Черт знает что. А где флигель? Ну, я тебя спрашиваю. Я не знаю, пан майор, он с утра стоял. С утра стоял, а сейчас где? Вот видишь, что наделала твоя капелька для слуху? Чуть весь дом не разнесло. Он как панказик шарахтал весь в дыму. Это же ужас. Ты понимаешь, что не так бы все перепугать? В конце концов, хотя бы только одна баба, дама в обморок упала. Да, одна или хотя бы две? Ну, хотя бы две, но не все же три. Ты понимаешь, сразу три. Три сразу лятнулись. Да ещё вон девки визжат. Господа, надо бы послать за доктором. Зачем? Надо бы дамам кровь пустить. Ну, когда он приедет, доктор. Ну, подожди, а зачем доктор? К жесть им кровь пустит. Это не годится, не годится. Почему? А, майор, я беру с дамам кровь пустить. Ой, пожалуйста, берётся домой. Ну, говорят тебе, что это не годится. Ну, почему я спрашиваю? Ты понимаешь, что-то он же не умеет. Да? А ты умеешь, Джей? Кто, я? Да. Ну, вот, пожалуйста, умеет человек. Берётся, может, хочет, любит это дело. Я же прекрасно помню, как он пускал кровь лошадки моего трубача, когда она его легнула. Как это же лошадки. Ну, и что же, какая разница? Как это какая разница? Правда, не сразу кровь пошла. Ну, зато потом как. Пан майор, я думаю, что после небольшого отдыха у дам всё пройдёт. Да? Да, отпустите, Джейся. Джейся, я тебя отпускаю. Ступай на кухню. На кухню? Да, и ты, Рэмбо, тоже ступай куда-нибудь тоже. Ну, друзья мои, я думаю, что пора всё обсудить. А в каком смысле, по-моему? Ну, как в каком смысле? Соединим наши усилия. А-а-а! Конечно, давай. Коллега. Панкасик, о, бедный. Будьте добры, нам что-нибудь лёгкое, нежное, изящное, для слуха. Для слуха? Угу. Хорошо. Да, вам хорошо. Ну, пойдём. Пан майор, с какой пани прикажете начинать? Что надо начинать? Кровь пускать. Ты что, с ума сошёл? Уходи отсюда немедленно, я отменяю всё это безобразие. Пожалуйста, пойдём перекусим. Пойдём, соединим наши усилия. Пойдём, то, господа. Пан майор, пани просит, чтобы лошади в конюшне не шумели. Они очень громко фыркают, жуют и стучат копытами. А это очень вредно отражается на нервах моей пани. На нервах, видите ли, отражается. Действительно. Гресь. Лошадям приказать, чтобы не шумели. Слушаюсь, пан майор. Выведи их из конюшни. Ну, куда, пан майор? Ну, куда, куда. Ну, я не знаю, куда. Посоветуйся с ними, куда. Слушаюсь, пан майор. Ну, что, пойдём перекусим? Пойдём, соединим наши усилия. Пан майор! Что ещё? Пани просит вынести из дома все ружья, пушки и плаши. Она боится нового припадка. Не может уснуть. Пушкин, понимаешь ли, помешали. Действительно. Рэмбо! Собрать все пушки, ружья и плаши, и убрать. Ура! Под кровать. Ну, что же, пойдём перекусим. Ну, пойдём соединим наши усилия. Пойдём, тебе же сказал. Пан майор, пани просит кадилам под окнами помахать, а то от пороховой вони у неё, у пани усиливается озноб. Гресь! Возьми у капеллана кобылу, кадилу, и давай ходи-ка. Что ты собираешься делать? Кадить собираюсь. Гресь, ходи и коди. Во дворе что едем? На дворе, на улице под окнами. Дай сюда, кадилу! Я еду. Ну, что, обиделся, что тебе кадила жалко? Ух, жадина. Я этого не вынесу больше. Тогда я тоже уеду. Я тоже не могу этого выносить, и я уеду. Возьмите меня с собой. Постойте, господа, вы что, хотите уехать? Хотим уехать. Вы что, хотите оставить дам? Хотим оставить дам. Да я хотим. Пан майор, ну, ведь это же ваши сёстры. Ну, и что, ну, некрасиво. Да ну, и я знаю, что нужно, друзья мои. Ну, и что, нужно уехать тайно. Правильно, надо тайно уехать. Конечно, и давайте собираться. Ну, это некрасиво. Пан Рокис, ну, как же так? Пан майор, господа, ну, я вас выдам. Я всё вам скажу дамам. Эй, пан майор! Боже мой, пан майор! За что вы его? За глотку. Нет, я не про это. Пан майор! Боже мой! Какое безумие, какое зверство, что они с ним делают. Боже мой, какое вероломство. И это лучшие друзья. Что же делать? Бежать нельзя, оставаться тоже нельзя. Нужно побежать и к месту. Панказик, где Софья? Где Софья? Она в садике плетёт венички. Что? Нет, эти, как веночки. Ах, веночки. Софья! Эльмунд, дорогой, пан Казик, не правда ли чудесно? Прелесть. Софья, дорогая, плохи наши дела. Что случилось? Майор, ротмыстор, капеллан, хотят бежать тайно. Бежать? Бежать. Тайно? Тайно. Какая прелесть. Мы останемся вдвоём. Какая прелесть. Я же тоже должен бежать вместе с ними. Боже мой, что же делать? Что же делать? Вот что. По идее, скажи об этом мамусе, только не говори, что я предупредил. А чем же поможет моя мамуся? Я не знаю, но она будет знать, что делать. Нельзя терять ни секунды. Бежим. Бежим. Фрузя! Они хотят бежать. Бежать. Фрузя! Они хотят бежать. Как? Фрузя! Они хотят бежать. Как? Фрузя!